А что происходит на самом деле? Есть товары с денежными отношениями между работодателем, employer и employee, или работающим, работником. То есть он выполняет часть работы, а работодатель получает от этого свои бенефиты и платит ему, соответственно, деньги за бухгалную работу. У нас в США, ну как бы по статистике неофициальной, 9 десятых получает employer, работодатель. И одну десятую, сколько бы он ни получал, 100 тысяч, 200 тысяч в год, получает работник. Ну кого-то это устраивает, но опять же закон-то не нами придуман. Устраивает, устраивает, но где-то как-то это потом вылезет. На санкрытии это называется дхарма. Дхарма, H не произносится, дхарма. Вот, созвучно карме. То есть это свое предназначение. Вы знаете, мне повезло. Где-то 8, там, чем-то лет назад я поехал в Индию первый раз. И так получилось, что мне довело встретиться с астрологами. До этого я, так сказать, слышал. Ну, мне это было интересно, может быть. Ну, сказать, вот я никогда не говорю о том, что я не верю. Дело в том, что... Это я так. Дело в том, что, понимаете как, с моей точки зрения, вот верю, сказать легко. Ну, верю, во-первых, это да, это позитивная штука. Не, это негативная сразу. Там есть приставка не. Вот. Опять же, я не верю. А что значит ты не веришь? Вот я не верю в Бога. Ну, не верю. А вдруг он есть, как в том анекдоте, да? Как Вовочка говорил. Во-первых, еще никто не доказал, что Бога нет. Во-вторых, если он есть, зачем портить с ним отношения. Понимаете, опасная вещь. Поэтому не верю. То есть человек, который говорит, я не верю, я не верю в энергетику. Знаете, я как-то проводил тут у нас. Вообще-то мы находимся в этот центр. Это одна из комнат. Центр называется SunGates. SunGates. С на конце. Солнечная ворота. И этот центр, вообще-то говоря, информации. И центр информации, она становится знанием, когда она применяется к себе. Но вот если мы говорим не верю, так информация, мы дальше, чем информация, не пройдем. Она не принята. Все, она reject. Мы ее оттолкнули, информация, мы не верим. То есть, иными словами, сказать я не верю, это сказать я знаю лучше. Ну, как ты знаешь лучше? Вот ты понятия не имеешь про энергетику. Вообще-то пол мира живет энергиями там, вот на востоке. Китай там и так далее. Вот пол мира понимаешь, что такое? Земля, вода, огонь, воздух, эфир. А половина мира понятия не имеет. То есть взяли нас и расчленили на части. Медики. И каждый лечит свой орган. А как там такое понятие, как холистик, холистичность, целостность организма? Я уже не говорю про эти первые элементы. Почему-то измеряют трайдоша. Тремя пальцами измеряет. И не количество пульса, количество удара в минуту считает там. А считает там совсем другому. Какой ты принадлежишь в Пракрите? Какая у тебя природа? Какая у тебя доша? Это называется. И когда аюрведический врач это все знает, а он является вайшей, не вайшей, а он является этим браманом. Он учит людей жить здоровой жизнью. И он дает людям понимание. Короче говоря, вот это очень важная вещь, которая называется предназначение. Значит, если есть вопросы, я до сих пор не знаю, сколько там людей, и какие там вопросы есть, но я надеюсь, озвучат мне там Наташа или Рустам, если будут вопросы. Ну вот, что мы можем сделать? Мы можем очень просто. Мы можем взять и сейчас написать, допустим, дату рождения, кто не сняется. И дату рождения я могу так, да, вскидку сказать очень просто. Ну, у нас тут подарки мы раздаем, поэтому, как и все, так и я раздаю. Нет проблем никаких. Еще раз, если есть желающие, я могу прямо сейчас это сказать. Если нет, тогда после окончания нашей программы вы мне напишите. Ну, я посмотрю, да, я не знаю, как мои там данные есть или нет, но Наташа напишет тогда, чтобы я это все получил, и потом я проанализировал. Это быстро будет. Вы знаете, это важный момент, потому что, смотрите, вот, допустим, возьмем сегодняшний день, да, сегодня у нас 14-е. 14-е февраля 2016-го года. Значит, допросит меня, опять же, Наталья, я влажу, так сказать, на ее территорию, но я это делаю очень упрощенно. То есть, если, ну, во-первых, сегодня воскресенье. Интересная вещь. То есть, все цифры как бы разные будут. Воскресенье. Ну, воскресенье это у нас солнце. Это сандэй. Сандэй. Солнечный день. Поэтому, в частности, я, вот так сказать, ношу такое желтенькое все из себя. Вот. Желтенькое такое. То есть, это энергия. И это было бы неплохо, поскольку те люди, которые вот родились в воскресенье, это их, можно сказать, день. С другой стороны, сегодня 14-е число. Если мы берем день отдельный, то 14-е число это пятерка. Так? Пятерка это Меркурий. Тут другой цвет и так далее. А если мы вообще все просуммируем, то мы придем о том, что у нас сегодня, вообще-то говоря, планета Кету. Вот. Поскольку это семерка. Вот. Планета Кету или планета Нептун, по-моему, это восточной астрологии, да? В западной, точнее, астрологии. Это Уран-Нептун, да? Нептун. Короче говоря, тут налагает определенные свои какие-то моменты, как человеку надо понимать и как надо функционировать в этот день. И вот, зная свое предназначение, можно, в общем, довольно легко вычислить, скажем, чем человеку надо заниматься. Вот я, знаете как, когда-то вот у меня там, скажем, брали интервью и называется духовные ориентиры. Это было по два с половиной часа, две части, смотреть долго, нудно. Ну, кому надо, те смотрят, я знаю. И вот там мне задают вопрос ведущий. Вот, Майкл, скажите, вы духовные ориентиры, вот вы ездите там в Индию, вы ездите там в Бразилию, Китай, там я знаю, все это дело изучаете? Ну, во-первых, чтобы туда поехать, это не близкий свет, во-вторых, это достаточно дорого, правильно? То есть, надо как-то иметь возможности. Это первое. Второе, ну, изучать, мы все изучаем, мы все учим, мы все учили, вспомнили, много чему-нибудь, да? Это мы знаем. Ну, только, знаете как, я как-то, отвлекаясь постоянно, я как-то смотрел одну очень интересную лекцию, презентацию, и вот лектор говорит, там сидит огромный зал, людей слушает, там, человек, не знаю, 500, и он говорит, поднимите руку те, кто в школе, точнее, кому знание синусов, косинусов, тангенсов, и, простите, катангенсов, принесло счастье в жизни. Ну, как-то, рук не было, а потом он задает опять, а вот расскажите, как, учились ли вы тому, как взаимодействовать с людьми, как вести себя в социуме, с детьми, с родителями, опять не поднимается рука, так чему нас учили, простите? Самое главное, нас не учат, чему быть счастливым, а вот эти вот механическая, интеллектуальная, как ее называют, информация, она может кому-то надо, но опять же, это же только часть, и от которого мы опять же не... Ну, вы знаете, вот сюда приехало, в Соединенные Штаты, приехало огромное количество людей, которые сегодня работают программистами, особенно 2000-й год, знаете, вот это миллениум новый, это переход, переход, значит, на новую систему исчисления и так далее, и появилось огромное количество программистов, то есть все переквалифицировались в программисты. О, тут появилось огромное количество у меня, я смотрю, вы знаете, тогда это... А сколько у нас время есть, кстати? Сейчас, Михаил, у нас еще с вами 35 минут. Продолжение следует... Продолжение следует...